здравствуйте дорогие друзья еще в прошлом году произошла встреча путина и лукашенко в санкт-петербурге насколько я понимаю и мне вот скинули видео очень интересное мне показалось с точки зрения именно разбора невербального поведения ну что это заслуживает вашего внимания в первую очередь потому что в первую очередь мы здесь учимся во вторую очередь конечно сделаем выводы как всегда мы делаем в любом нашем разборе поэтому я записала это видео так как пока надежды на интернет нет особой но надеюсь что в скором времени я перейду таки обратно на на стримы но сейчас вот это все будет в записи да и давайте не будем затягивать первый фрагмент включаю уважаемый александр юриевич спасибо что остались на двустороннюю встречу после вчерашней и теперь давайте наблюдать за тем как они встретились да но мы сразу видим что лукашенко а чувствует себя не очень не то что не очень уверенно он старается как-то себя обезопасить и мы видим что он скрещивает ноги усаживается в своем стуле подальше до глубже но это говорит о дискомфорте о том что он себя чувствует довольно напряженным он насторожен вот так вот можно выразить его состояние и дальше смотрите двумя руками он натягивает пиджак но вы знаете этот жест у него очень часто встречается я даже посмотрела другое интервью кстати было вот перед выборами я просто не успела там вклиниться я даже сделала тайм-коды себе по интервью дмитрий когда лукашенко давал интервью гордону прям накануне прям выборов этих скандальных в белоруссии так вот я его там рассматривала очень хорошо сегодня в конце будет этот маленький фрагменте который я думаю что вам будет интересно самим даже разобрать адам она вот то что натягивает он пиджак это его такой коронный номер когда он хочет немножечко спрятаться до спрятаться и ну что называется в домик это такие жесты манипуляторы до которые призваны успокоить нашу нервную систему когда нервная система находится в стрессовом состоянии а здесь я думаю что он находится действительно в стрессе видимо ну есть на то причины да мы сразу видим уже это третий признак того что ему не очень комфортно даже при том что как бы встреча дружелюбная и ну вот что что то что то здесь есть что заставляет александра лукашенко нервничать давайте дальше смотреть он тщательно можно сказать натягивает пиджак видите вот и от один лацкан и второй и руки в замок это уже четвертый признак стресса да и давайте посмотрим теперь на путина да что мы видим здесь мы видим что он наклоняет корпус вперед видите от пересаживается но тоже вперед то есть мы понимаем что здесь мы видели четыре признака что человек хочет спрятаться а здесь мы видим уже второй признак того что человек хочет наступать до что человек воодушевлен дальше смотрите заказ закатывает штанину я в общем то можно сказать что в какой-то степени из-за этого жеста вам хотела показать этот разбор потому что закатывание штанины вот таким образом это как раз наподобие закатыванию рукавов помните мы у ксении собчак видели когда она на самом интересном моменте часто закатывает рукава вот это как раз тоже самое получается третий признак заинтересованности мы видим у путина дальше идем видите даже две штанины закатывает дальше идет приглашающий жест руками и еще один наклон корпуса вперед видите а дальше он видит у собеседника закрытые жесты да и зеркалит можно сказать потому что но в общем то он он воодушевлен здесь больше признаков того что он хочет делать коммуникации дать создавать вот этот общение общаться хочет и ну как бы вот этот замок он не очень вяжется со всеми жестами которые мы видели перед этим поэтому я думаю что этот жест отчасти дань собеседнику да как бы зеркальность а отчасти все таки но какой-то моментик такой который ну как бы его сдерживает чтобы не показывать даже свое воодушевление он как бы себя немножечко останавливает вот этим жестом и говорит ну побереги по придержи коней да еще не вечер вот ну и опять таки руки он прячет между ног это не не очень уверенная таки позиция как бы он готов наступать но все равно есть степень неуверенности даже в жестах путина что что-то его все-таки гнетет да но не сильно то есть есть какой-то моментик который все-таки надо учитывать видите замок он прячет между ног и даже подпрыгивать то есть даже вот этот жест мне не может его удержать от его вдохновение от его энтузиазма двигаться дальше до подпрыгивает сидя в стуле наклон корпуса то есть здесь вот прям четко видно что этот собеседник заинтересован в диалоге этот боится что сейчас его на будут как-то ну не туда склонять до до наших мероприятий долго не смог он удержать эти руки между ног но и поднял их все таки потому что ну здесь явно воодушевление на мой взгляд вчерашние встречи были очень продуктивными а вот смотрите лукашенко перехватил руку в районе часов он хочет быстрее завершить коммуникацию да он внешне кивает да он согласен видимо договоренности все-таки есть но мы видим что на эти договоренности больше нацелен этот собеседник нежели этот мы поговорили по целому ряду направлений у путина было сведение колен вот на том слове которое он тогда произносил видимо там была какая-то степень неуверенности да естественно не может быть во всем все хорошо да в целом путин настроен на на общение на диалог да вот на продвигание той продвижение той темы по которой они общались да то есть эта тема ему нравится но вот в этом слове которое было при сведении ног там что-то зарыто тоже что-то не очень уверенная для владимира владимировича нашего ада а значит следующий фрагмент давайте смотреть то есть понимаем до 1 предыдущем роль ролики мы увидели что лукашенко насторожен хочет быстрее завершить этот диалог путин наоборот заинтересован но есть подтверждение скажем так лояльности то есть он и уме имеет возможность да вот так даже проявлять свою заинтересованность обычно если ну со стороны собеседника еще не достигнуты договоренности то человек ведет себя скромнее здесь же мы видим что договоренности уже достигнуты и здесь ну и это уже просто технический такой момент они вот перед аудитории да перед журналистами уже просто проговаривают какие-то тезисы которые уже давно решены но не давно а вот только что а дальше вот по поводу союзного государства в общем то ну всех ну и мне в общем то поэтому и скинули чтобы выяснить что же там такое да вот по поводу объединения я так понимаю что-то решалось и ну вопрос скорее всего вот как раз в этом и состоит потому что давайте смотреть результатом строительства союзного государства видите это уже произнесено уже это ну как бы ну высших кругах соответственно этот вопрос как раз я думаю что и решался да по поводу союзного государства длина на у нас в этом году сделан существенный шаг вперед результатом строительства союза это второй раз я повторяю то же самое что сейчас проговорил путин мы наблюдаем на обычной скорости за реакцией лукашенко и мы видим что у него на лице печаль дальше он сглатывает напрягает подбородок да ну то есть ему это не совсем нравится но как бы он пообещал и но здесь видимо были обстоятельства для того чтобы он это пообещал а дальше подбородок в этом году сделан существенный шаг вперед наблюдайте вот сейчас уже замедленной съемки вот как это все происходило видите сглатывание идет напряг подбородок сжал губы кивнул потом еще раз подбородок напряг до челюсть тоже видите как челюсть водит челюстью несмотря на то что он кивает все равно ему это не нравится вот это вот прям четко мы видим что он не в своей тарелке человек находится ему очень не нравится ему хочется отсюда уйти ну как бы ну назвался груздем полизает что называется куда надо да дальше давайте при этом пронаблюдаем за ногами ноги руки у путина вот тоже очень интересно результатом строительства союзного государства действительно у нас в этом году сделан существенный шаг вперед но и мы видим что у путина есть воодушевление да но он старается его загасить он старается его не показывать потому что он понимает что собеседнику это не нравится ну то есть вот в этой в этом диалоге выигрывая но в этом скажем вопросе выигрывает путин ему это больше интересно вот что видно по этому фрагменту а лукашенко пошел под ну на это все под натиском каких-то обстоятельств дам они каких-то каких-то причин до мотивации дальше давайте смотреть упомянули наши договоренности с вами недавно по поводу строительство союзного государства и вот теперь давайте смотреть внимательно как он это говорит он это говорит во первых с печалью опять-таки а то есть печаль у него просто вот по этому вопросу но она как показатель того что ему это не хочется делать да дальше давайте смотреть видите подбородок плечи пожимает большим пальцем гладит скрещенные руки тоже очень показательный жест это жест манипулятор когда человек как бы ну большой палец это собственное эго и он своим собственным эго успокаивает все остальные пальцы то есть получается что но здесь он как бы сам себя успокаивает это такой вот манипулятор это же жест который призван успокоить нервную систему так вот у него мало того что руки скрещены он еще и успокаивает себя то есть манипулятор дважды ну и вот пожимание плечами подбородок поджимает то есть ему не нравится но он все таки это проговаривает потому что ну это уже решенный вопрос до пытается выйти из этой закрытой позиции но все равно в нее возвращается ну это как раз вот и получается что он же тоже в общем то как и путин давным-давно власти да и умеете владеть телом владеет своей речью но тем не менее из закрытой позы выйти не может это говорит о его подавленном состоянии видите брови вверх это акцентирование внимания на этом да он подтверждает слова путина ну как бы пытается изобразить энтузиазм но энтузиазма здесь совершенно нет видите вот продолжает большим пальцем гладить скрещенные руки это вот как раз то что я говорила про манипулятор жест манипулятор созданы группы в правительстве которые должны наши договоренности реализовать в законодательных актах беларусь а вот пошли уже жесты иллюстраторы но он собрался можно сказать и уже как бы на этом акцентирует то есть сами договоренности не вызывают в нем энтузиазма а вот то что он как бы перебросил на исполнителей и возможно он где-то там надеется на какую-то проволочку в этом вопросе то есть время чтобы прошло или еще что то то есть вот здесь уже меньше напряженности да уже пошли жесты иллюстраторы иллюстрирующие речь но знаете вот здесь вот интересный момент он пока перепутал на путина показал белоруссия а на себя показал россия то есть это опять признак того что даже при том что он включил иллюстраторы все равно иллюстратор не соответствует то есть человек но находится в стрессе как минимум да как максимум он просто затаился да вот подыгрывает но сам себе на уме себе россии в этом направлении работаем чтобы те контуры которые мы обрисовали чтобы они придете контуры и как-то вот кисти пошли как бы вниз безвольно то есть вот эти контуры и ну как бы от него мало зависят они как-то вот ну как сказать не то что мало зависят а ну не очень он в них вдохновлен вот контуры если бы он там задействовал большого этим указательные пальцы дату это было бы его решением да а здесь получается кисти пошли вниз и он как бы контуры ну то есть вот это вот знак безволия до без 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 его особого ведома без но не то что без ведома он же тоже принимал участие да но вот без его энтузиазма это все случилось да и он ему пришлось согласиться вот так приобрели конкретику в этом направлении работы видите и руки в замок естественно вы знаете ситуацию в беларуси я вам очень благодарен очень благодарен вам лично и вот это вот убирает челюсть да с печалью говорит про ситуацию в беларуси и да она человек как бы кается да но он с позиции слабого общается с путиным ну и соответственно вот это его наверное очень сильно угнетает а вот смотрите при этих словах что делает путин а значит большим пальцем большой палец это его крыло носа это цели полагания это цели выстраивания это цели до до которых мы идем и идет от крылышка носа то есть цель щека запасы и рот хотелки то есть вот эта комбинация получается ну вот сами скомбинируйте пожалуйста но вот этот жест тоже очень показательной до делаем выводы а дальше закрылся видите ногами сначала сузился потом расширился то есть но как бы он не хочет показывать своего воодушевления но она присутствует он ну по каким-то видимо тонким нюансом он либо прячет это воодушевление либо он его не испытывает вот не знаю но вот эти движения нога за то что вы сделали и опять притопывает но это последнее время у него постоянно это происходит поэтому я уже перестала на это особо обращать внимание так что-то у меня камера расфокусировалась но не обращайте внимание для беларуси и за ту поддержку которую вы оказываете нам да то есть вот вот что они сказали дальше следующий фрагмент давайте смотреть в этом году сделан существенный шаг вперед на входе согласования позиции и видите шаг вперед но отсаживается и это знак того что шаг вперед два шага назад вот и по основным управлением движения и опять ноги сведения опять что-то не то что-то не то очень сложно это все давалось очень тяжело не знаю уж насколько действительно все решилось да но это очень сложно этот пандемийный а вот пандемийный год и галстук пошел это как раз опять жест манипулятор да но это жест манипулятор имиджевый то есть вообще манипуляторах есть жесты которые ну вот знаете как поправляешь элемент одежды или там снимаешь себя несуществующие пылинки вроде бы у него же галстук висит нормально но он его поправляет да то есть это знак того что он нервничает нервничает и пытается себя успокоить сказать что все нормально что нечего беспокоиться ну вот проговаривая это но он говорит про пандемийный год действительно все сложно все трудно но опять таки поправление именно галстука говорит о том что это большей степени как раз имиджевая почему-то тема не знаю возможно вам что-то по обещанию ну ладно не буду копать и фантазировать на просто вот как-то не очень да ну хотя вяжется надо манипулятор в общем это жест манипулятор 2020 год у нас произошел спад со временем об этом сами скажете людям но это уже другой фрагмент я просто срезала это было хорошее да она в общем опять пошел галстук поправлять ну вот по поводу со временем вы это тоже скажете видимо путин что-то скрывает и еще ну скажем так мы мы чего-то не знаем вот как как это расшифровывается вот такие вот маленькие поправочки в язык жестов наших руководителей а дальше давайте посмотрим у нас продолжают души души 5 пакета увели видите как много воодушевления да как много иллюстраторов причем свободно да он он можно сказать сел на своего конька ругает тех кто его там душит соответственно ну вот это у него не вызывает такого замешательства и не заставляет сидеть в закрытой позе то есть понимаете да поговаривают о шестом каком-то пакете потом без мозга никому не нужны эти санкции видите как интересно я специально чтобы вы посмотрели на отвращение лукашенко да ну то есть здесь активное отвращение кстати видите челюсть вперед пошла нахмурился то есть я готов за это драться говорит его отвращение бывает разное отвращение просто брезгливость когда ты хочешь дистанцироваться от чего-то а здесь как раз отвращение которое с готовностью драться это что мы прибавили товарооборот и ввп у нас выросло за это вот наблюдайте за мизинцем путина на фоне пандемии поэтому большая заслуга российской федерации и наших друзей пусть меньшей степени на международный я публично искренне вас за это благодарю видите как долго путин держит мизинец при том что лукашенко нахваливает нахваливает россию нахваливает самого путина и путин взял себя за мизинец мизинец как мы знаем это коммуникации и здесь я думаю что это трактуется что он как бы держит ну взял вот эту цель общения до цель на кончике же мизинца но на кончике вообще это цель как бы вот то то куда мы движемся да и чтобы не потерять цель общения пока лукашенко его нахваливает он как бы придерживает эту цель и контролирует себя чтобы не поддаться вот этим вот небольшим но манипуляциям лукашенко да поэтому ну там там все предусмотрено да и путин пытается не упустить нить общения до чтобы достичь той цели которую которая была поставлена а дальше следующий фрагмент то есть в целом видите вот здесь вот много интересных жестов получается путин пожимает плечами отталкивает локтем и дальше руки убирает между ног до отклоняется и сейчас он нам скажет ту вещь которую как вы уже сами догадываетесь он не совсем так считает скажем так он проговорит позить довольно позитивную вещь но мы видим по предыдущим жестом что там позитива не так много энтузиазма для нас надежный партнер видите сложно подбирает слова как назвать белоруссию да ну или своего собеседника то есть получается надежный пауза партнер то есть он ему ему сложно подобрать определение и исходя не из каких-то политически собрать опять пожал плечами же не исходя из а вот здесь вот ногу притопнул ногой мне кажется что здесь исходя из того что мы надавили но это уже мои скажем мои ощущения потому что путин последнее время очень часто притопывает ногами и здесь делать выводы довольно сложно да вот этот 50 на 50 жест вот я так думаю но это не факт да в общем то не весь мой разбор это то что я думаю если так юридически чтобы не подкопаться да на это вот я так считаю но это не факт что так все на самом деле сейчас просто надо это проговорить из того как складывать ситуацию в экономике в реальном секторе экономики да вот такая вот история значит но я думаю что вы выводы сделаете сами да я найду это интервью которая скачала и вам ну под этим видео сделаю ссылочку на него чтобы вы посмотрели да о чем там говорилось потому что я просто фрагменты какие-то вырезала чисто для того чтобы мы с вами поработали по телу да что называется а вот что касается информационной составляющей здесь конечно лучше вам самим посмотреть источник и уже сделать выводы я хочу вам дать небольшое задание чтобы вы увидели и описали мне в комментариях вот его поведение это интервью которое дмитрий гордон прям накануне выбора в белоруссии выложил на своем youtube канале а и тут мне показалось но просто самым таким интересным моментом ну я тогда еще не сделал разбор очень жаль но давайте посмотрим и вы сами тогда уже учитывая то что вы подписчик моего канала и вы давно уже занимаетесь этой невербальной истории да вот давайте вы тоже потренируетесь и опишите мне то что вы сейчас увидите сегодня вы можете сказать за несколько дней до выборов кто станет очередным президентом беларуси я конечно могу сказать ну зачем да ну вот я я стараюсь молчать поэтому вот такая скажем да конечно все не так улыбчиво как я улыбалась я просто старалась промолчать на это все но мы с вами хорошо понимаем о чем идет речь но тем не менее тем не менее давайте потренируйтесь под этим видео в комментариях напишите свое мнение мне очень интересно чему вы научились на моем канале да ну вообще интересно как вы развиваетесь как вы смотрите как вы учитываете да тут ведь несколько нюансов есть некоторые нюансы надо чтобы вы их учли поэтому надеюсь что вы ответите правильно ада значит и что ну в общем то все что я хотела сказать я сказала благодарю вас за внимание люблю вас всех очень сильно желаю вам всего самого хорошего разбирайтесь в невербальных сигналах тела вы видите как много они дают дополнительной информации но и эта информация часто бывает очень очень полезно для нас с вами поэтому учитесь подписывайтесь на канал не забывайте лайк моему видео это мой труд я от всего сердца вам его дарю и очень надеюсь что вы оцените его своим лайком я вас еще раз люблю до новых встреч пока пока